Из Китая вернулись участники форума молодежи регионов ПФО и провинций верхнего и нижнего течения Янзы. В составе делегаций в городе Чинша побывали 8 студентов вузов Чувашии. Две недели они общались с китайскими друзьями, посещали экскурсии и мастер-классы, проводили дискуссии, копили впечатления. Сегодня у них есть возможность поделиться. Открытие шестого российско-китайского молодежного форума было ярким, красивым и очень лиричным. Чего стоила история дружбы советской и китайских девочек, которые никогда не видели друг друга вживую, но 56 лет общались и продолжают общаться. К сожалению, ни Люся из Саранска, ни ее подруга не смогли присутствовать на форуме. Зато приехали одноклассники Джан Си. В то время многие китайские школьники переписывались с советскими, посылали друг другу открытки, фотографии, но только Джан Си и Люся сохранили свою дружбу на много лет. Они и сейчас общаются, правда, уже не в письмах, а по электронной почте и телефону. Вполне возможно, что таких историй станет больше. Форум проводится как раз для того, чтобы молодежь двух стран активно общалась и завязывала новые контакты. Кстати, у Егора Николаева, студента Чувашского госуниверситета, это получается отлично. В Китае он в пятый раз. На этом форуме появились новые китайские друзья, с которыми мы познакомились. Это замечательные волонтеры, которые нам помогали каждый день. Стоит отметить то, что и мы встретились со старыми знакомыми, с друзьями, которыми познакомились на предыдущих форумах, в том числе на Иволге в Самарской области в прошлом году. И мы эти контакты стараемся поддерживать, общаться, потому что это очень важно для нас, потому что у нас есть и общие точки соприкосновения, и профессиональные. В одних направлениях, специальностях обучаемся, также китайский язык вместе изучаем. За две недели российские студенты вместе с учащимися китайских вузов побывали на предприятиях, провели множество встреч с интересными людьми, приняли участие в различных мастер-классах. Языковой барьер не помеха. Китайский язык в России, в частности в Чувашии, изучает все больше молодых людей. Равно, как и в Китае, молодежь охотно говорит на русском. Не можно сказать, что я выбрал русский язык, можно так сказать, что русский язык выбрал меня. В школе я очень интересовался изучением иностранных языков. Я решил изучать другой иностранный язык в университете. Я думаю, что сейчас отношения между Китаем и Россией очень активно, динамично развиваются. И поэтому я выбрал русский язык. Это судьба, наверное. Впрочем, неважно, на каком языке говорят ребята сегодня. Гораздо важнее понимание того, что ждет их завтра. Будущее Китая и России, отношения наших стран зависят от нас, от молодежи. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Бахтияр Вилиев, Чиньша, Чебоксары, Республика.